Наука и духовность до рассвета письменности и западной цивилизации не были разделены. В учении великих древних традиций внешний поиск знаний и определенности был сбалансирован с внутренним чувством непостоянства и интуитивным пониманием необходимости в духовном росте. Когда научное мышление стало более доминирующим и информация приумножилась, то в пределах нашей системы знаний начала происходить фрагментация. Углубление специализации означало, что только небольшое количество людей было способно видеть полную картину создания и интуитивно ощущать эстетику единой системы. Большинство уже не задавалось вопросом о полезности самого процесса мышления. Древние же знания были спрятаны на самом видном месте, прямо здесь, среди нас. Но мы слишком заняты нашими мыслями, чтобы суметь распознать эти знания. Это забытая мудрость и есть путь к восстановлению равновесия между внутренним и внешним, между инь и янь, между спиральным изменением и спокойствием в центре нашего существа. Часть 3. Змея и лотус Легенда повествует о том, что Асклепий был сыном Аполлона и богом врачевания, а его мудрость и умение исцелять были непревзойденными. Даже говорят, что он открыл секрет самой жизни и смерти. В древнегреческих исцеляющих храмах Асклепия было общепризнанно сила изначальной спирали, символом которой является жезл Асклепия. В свою очередь Гиппократа называют отцом медицины и приношение ему клятвы считается моральным долгом каждого человека медицинской профессии. Впервые эту клятву стали давать при обучении в храме Асклепия. По сей день этот символ нашей эволюционной энергии остается в качестве логотипа как Американской медицинской ассоциации, так и многих других всемирных медицинских организаций. В египетской иконографии змеи и птицы олицетворяли собой двойственность или, как ее еще называют, полярность человеческой природы. Спускавшаяся вниз змея символизировала собой спираль эволюционной энергии мира. А взлетавшая к солнцу птица олицетворяла пробудившееся и сконцентрированное сознание и символизировала собой пустоту Акаши. Пробудившаяся энергия у богов и у фараонов изображалась в виде змея-кундалини, движущегося вверх по позвоночнику и пронзающего между глаз аджна-чакру, которая упоминалась еще как глаз Тора. В индуистской традиции третий глаз считают божественной связью с духом и называют его бинди. Маска Тутанхамона является классическим примером, демонстрирующим одновременное изображение змеи и птицы. В традициях майя и ацтеков образы змеи и птицы тоже сливаются в единое божество кецалькоатля, называемого еще кукульканом или крылатым змеем и символизирующего собой пробужденное сознание или пробужденную энергию кундалини. Считалось, что человек, пробудивший в себе кецалькоатля, является живым проявлением божественного. Было сказано, что энергия змеи кецалькоатля вернется в конце времен. В христианстве тоже можно обнаружить символы змеи и птицы, хотя истинный смысл этих символов зашифрован здесь более глубоко. Однако он остается подобным смыслу, используемому в других древних традициях. В христианстве над головой Христа часто изображается птица-голубь, представляющая собой святой дух или кундалини-шакти, который поднимается до чакры и выше. Христианские мистики называют змея кундалини святым духом. В Евангелии от Иоанна сказано, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». И Иисус, и Моисей пробудили свои энергии кундалини в результате осознанности, находящейся в противовесе с бессознательной змеиной силой, управляющей человеческими желаниями. Иисус провел сорок дней и сорок ночей в пустыне и был искушаем сатаной. Точно так же и Будда был искушаем Марой, когда он сидел под деревом мудрости Бодхи и достигал просветления. И Христос, и Будда оба отвернулись от соблазна чувственных и захватывающих мирских удовольствий. В обеих этих историях демон является воплощением собственных привязанностей. Если мы рассмотрим историю Адама и Евы в свете ведической или египетской традиций, то увидим, что змеи охраняют древо жизни кундалини, а яблоко представляет собой приманку и искушение внешнего чувственного мира, отвлекая нас от познания мира внутреннего, от древа внутренних знаний. Просто деревом является сама сеть НАДИ. Это энергетические меридианы внутри нас, которые буквально образуют древовидные структуры по всему нашему телу. В наших эгоистических поисках внешнего удовлетворения мы отрезаем себя от знания о мире внутреннем, от нашей связи с Акашей и от мудрости Источника. Многие из исторических мифов о драконах могут быть трактованы как метафорическая форма для внутренней энергии, используемая данной культурой. Дракон по-прежнему является священным символом в Китае и символизирует собой счастье. Как египетские фараоны, так и древние китайские императоры, которые пробудили свои эволюционные энергии, изображали их в виде крылатого змея или дракона. Королевский дворец нефритового императора, называемый еще Дворцом Небесного Императора, олицетворяет собой гармоничный баланс, подобный балансу между Идой и Пингалой, между Инь и Янь в Дао. Баланс, в свою очередь, пробуждает шишковидную железу, или, как гласит Дао, верхний дань-тянь. Природа наполнена различными механизмами, способными улавливать и усваивать свет. Например, морской еж может видеть всем своим колючим телом и в своей сущности представляет из себя один большой глаз. Морские ежи улавливают отражающийся от песка свет, а затем сравнивают интенсивность его пучков, чтобы получить свое представление об окружающем пространстве. Для обнаружения располагающихся сверху хищников зеленые игуаны и другие рептилии используют теменной глаз, шишковидную железу, находящуюся в верхней части головы. Человеческая шишковидная железа представляет собой небольшую эндокринную железу, которая помогает регулировать структуру сна и бодрствования. Несмотря на то, что она спрятана глубоко внутри головы, шишковидная железа очень чувствительна к свету. Философ Декарт признает, что область шишковидной железы или третьего глаза есть интерфейс между сознанием и материей. В организме человека почти все симметрично. Два глаза, два уха, две ноздри и даже мозг имеет две стороны. Но существует одна область мозга, которая не имеет зеркального отображения. Этой областью является шишковидная железа и энергетический центр, окружающий ее. На физическом уровне шишковидная железа образует уникальные молекулы, например, такие как ДМТ. ДМТ также образуется естественным путем в момент рождения и в момент смерти. Они буквально действуют как уникальный мост между миром живых и мертвых. ДМТ естественным образом вырабатываются в состоянии глубокой медитации, в состоянии самадхи или поступают в организм с использованием энтоогенных растений. Так, в шаманских традициях Южной Америки для того, чтобы убрать завесу между внутренним и внешним мирами, используется айяваска. У слова «шишковидная» тот же самый корень, что и у слова «шишка», именно потому, что шишковидная железа обладает аналогичной спиралевидной структурой. Подобная модель была еще известна в древнем искусстве как «цветок жизни» и была распространена в изображениях просвещенных и пробудившихся существ. Встречающаяся на священных изображениях шишка символизирует собой пробудившийся третий глаз, сконцентрированное сознание, направляющее поток эволюционной энергии. Изображение сосновой шишки означает расцвет высших чакр, которые активируются при подъеме энергии по сушумне, к аджне чакре и выше. В греческой мифологии поклонники Диониса носили жезл, гигантский посох, обвитый спиралевидной виноградной лозой и увенчанной сосновой шишкой, символизирующей дионистскую энергию кундалини шакти и восходящей вверх по позвоночнику к эпифизу в районе шестой чакры. Скорее всего, можно ожидать увидеть гигантскую скульптуру Иисуса или Девы Марии в самом сердце Ватикана, но вместо этого мы находим гигантскую статую сосновой шишки, указывающую на то, что, вероятно, и в христианской истории были знания о чакрах и о кундалини, но по какой-то причине эта информация была сокрыта от масс. Официальное объяснение церкви состоит в том, что сосновая шишка является символом возрождения и представляет новую жизнь во Христе. Философ и мистик 13 века Майстер Экхарт сказал, «Глаз, которым я вижу Бога, и глаз, которым Бог видит меня, один и тот же». В Библии короля Джеймса Иисус повествовал, «Око является светом для тела. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». И Будда отмечал, что тело – это глаз. В состоянии самадхи человек является одновременно наблюдающим и наблюдаемым. То есть мы – это Вселенная, осознающая саму себя. При активации кундалини стимулируется шестая чакра и шишковидная железа, вследствие чего организм человека начинает восстанавливать свои эволюционные функции. В течение тысяч лет для активации шестой чакры и области шишковидной железы использовалась проводимая в темноте медитация. Активация этого центра позволяет человеку увидеть его внутренний свет. Будь то общеизвестный йог или шаман, укрывающийся в глубине пещеры, посвященный дао или майя или тибетский монах – это неважно. Ибо во всех традициях практикуется период времени, в течение которого человек находится в темноте. Шишковидная железа является вратами, позволяющими напрямую ощутить свою собственную тонкую энергию. Философ Ницше сказал, «Если вы смотрите в бездну достаточно долго, то в конце концов вы обнаружите, что бездна смотрит на вас». Дальмены представляют собой древние входы в гробницы и являются одними из старейших строений на Земле. Возраст большинства из них относится к эпохе неолита, что приблизительно составляет 3-4 тысячи лет до нашей эры, а возраст некоторых из них в Западной Европе доходит до более чем 7 тысяч лет. Дальмены использовались людьми для вхождения в непрерывную медитацию как способу объединения внутреннего мира и мира внешнего. Когда человек продолжает медитировать в полной темноте, то в конечном итоге он начинает наблюдать сияние внутренней энергии и активацию третьего глаза. Биоритмы, которые регулируются солнцем и лунными фазами, больше не контролируют функции тела и устанавливается новый ритм. В течение тысяч лет седьмая чакра изображалась символом Ом, который составлен из знаков элементов санскрита. Когда энергия кундалини поднимается выше шестой чакры, то она начинает создавать энергию нимба. В религиозной живописи последовательное появление нимба мы можем наблюдать в различных традициях всей планеты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Изображение нимба, энергии вокруг пробужденного существа, является практически общим для всех религий во всех частях планеты. Эволюционный процесс пробуждения чакр не является собственностью одной группы или одной религии. Это неотъемлемое право каждого человека на планете. Коронная чакра является связью с Божественным, что находится за пределами двойственности, за пределами имени и формы. Королева Нефертити была женой египетского фараона Эхнатона, который упоминается в истории как Сын Солнца. Он заново открыл Атона, Слово Божие внутри себя, объединяя кундалини и сознание. В египетской иконографии пробужденное сознание изображается в виде солнечного диска на головах божеств, пробужденных существ. В индуистской и йогической традициях этот ореол называется Сахар Сара или Тысячелепестковый лотос. Будда ассоциируется с символом лотоса. В цветущем лотосе может быть найден спиралевидный узор. Это узор цветка жизни, семени жизни. Этот фундаментальный узор является универсальным и подходит ко всем формам. Это форма самого пространства, то есть качество Акаши. В прошлом на Земле символ цветка жизни был распространен повсюду. Цветок жизни, охраняемый львами, обнаруживается в самых священных местах в Китае и Азии. Вокруг символа инь-янь часто располагают 64 гексограммы и цин, что является еще одним из способов представления цветка жизни. Цветок жизни является геометрической основой для всех платоновых тел и практически всех форм, которые только могут существовать. Древний цветок жизни начинается с геометрии звезды Давида, то есть двух противонаправленных треугольников, которые в трехмерном измерении выглядят тетраэдральными структурами. Этот символ является янтрой, своего рода программой, которая существует во Вселенной, можно сказать, машиной, которая генерирует наш фрактальный мир. Янтры использовались в качестве инструмента для пробуждения сознания в течение тысяч лет. Визуальная форма янтры является внешним представлением внутреннего процесса духовного роста. Эта скрытая музыка Вселенной становится видимой и состоит из пересекающихся геометрических образов. Каждая человеческая чакра представляет собой лотос, янтру, психофизиологический центр и через нее может быть пережит весь мир. В тибетской традиции янтра традиционно наделена богатыми слоями смысла и наполнена глубоким космологическим мировоззрением. Янтра — это постоянно развивающаяся модель, которая работает благодаря силе повторения, круговой итерации. Сила янтры почти полностью утрачена в современном мире потому, что мы ищем смысл только во внешней форме и не можем подключиться через намерение к внутренней энергии. Существует веская причина, по которой священники, монахи и йоги традиционно были безбрачными. Сегодня из-за утери самой истинной цели лишь немногие из них понимают, почему практикуют безбрачие. Проще говоря, если ваша энергия идет на производство большого количества спермы или яйцеклеток, то ее может не хватить в качестве топлива для роста энергии кундалини, которая активирует высшие чакры. Кундалини является как самой энергией жизни, так и сексуальной энергией. Когда внимание меньше сконцентрировано на животных инстинктах и переключено на объекты, резонирующие с высшими чакрами, то энергия течет в эти чакры вверх по позвоночнику. Многие из тантрических практик учат, как справляться с сексуальной энергией и как она может быть использована для высшей духовной эволюции. Состояние вашего сознания создает необходимые условия для вашей энергии и возможности для ее роста. Изменение состояния сознания не занимает много времени. Как сказал Экхарт Толле, осознанность и присутствие всегда происходят в настоящем моменте. Если вы пытаетесь заставить что-то произойти, то вы создаете сопротивление тому, что есть. Удаление всех препятствий позволяет эволюционной энергии раскрыться. В древней йогической традиции для подготовки тела к медитации использовались йогические асаны. Хатха-йога никогда не предназначалась исключительно как тренировка, а использовалась для связи внутреннего и внешнего мира. В переводе с санскрита слово «хатха» означает «солнце» и «луну» и «тха». Целью всех восьми ступеней йоги, как в оригинальной сутре йоги Патанджали, так и у восьмеричного пути Будды является освобождение человека от страданий. Когда полярности дуального мира сбалансированы, тогда рождается третье. Мы находим таинственный золотой ключ, который открывает эволюционные силы природы. Это синтез солнечного и лунного каналов нашей эволюционной энергии. Так как люди в настоящее время почти полностью отождествлены со своими мыслями и внешним миром, то редко можно встретить человека, который уравновесил внутренние и внешние силы, позволяющие Кундалини пробудиться естественным путем. Для тех, кто отождествил себя с иллюзией, Кундалини всегда будет оставаться метафорой, идеей, но никак не прямым опытом слияния энергии и сознания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok